Добрый день дорогие друзья, сегодня я с вами Зуртан Халтаров, сегодня 23 февраля 2024 года. В общем, сегодня мы будем с Андреем снова по удаленной связи. Андрей сейчас находится на форуме «Свободная Россия», который проводится в Вильнюсе. И вот, собственно, он предложил выйти на связь. Сейчас мы попытаемся с ним связаться. Ну, сегодня 23 февраля, это исполняется 80 лет, значит, такая скорбная дата чеченского народа, когда была начата операция по депортации чеченского народа, незаконно обвиненного в сотрудничестве с гитлеровцами. Но вот сталинский режим, он переселил гораздо больше народов, там практически большую часть Северного Кавказа. Далее Калмыкии пострадали от переселения, до этого Павловские немцы были выселены, корейцы были, самый первый народ, который подвергся депортации массовой. Потом еще нужно подчеркнуть, что, например, Ленинградская область массово, значит, защищалась от представителей финно-угорских народов, например, ингерманланцы многие, то есть вообще просто запретили называться ингерманланцами. И, значит, многих записали в русские, а, значит, тех ингрийцев, ингерманланцев, которые были записаны, их, в общем-то, через колено переломали и, в общем-то, системно существовали вот эти переселения в Советском Союзе, значит, которые именно не иначе как геноцидом назвать невозможно, потому что, вот, например, 60% калмыцкого этноса, оно погибло во время как раз депортации, не в течение депортации, а именно вот тот период, когда переселяли в Сибирь, то есть все старики, все слабые дети погибли, и, естественно, это сказалось, во-первых, и на численности населения. Ну, вот, чеченцы, например, сейчас практически полтора миллиона, в России проживает в мире гораздо больше, потому что, ну, у чеченцев были так называемые мухажиры, которые выезжали в Османскую империю, то есть достаточно большое количество их, то есть никто конкретно в России не занимался подсчетами, но я оцениваю, что 3-4 миллиона минимум населения. Так, за рубежом находятся, за пределами Российской Федерации, которую многие называют тюрьмой народов. Ну, фактически тюрьмой народов Россия является до сих пор, поэтому мы выступаем против существования Российской Федерации как таковой. Вот, что пишет один известный блогер. 23 февраля сегодня одна из самых трагических дат в истории чеченцев и ингушей. 23 февраля 1944 года началась операция Чечевица, преступная операция НКВД и советских войск против наших народов. В то раннее морозное утро в наши дома пришли защитники Отечества и под дулами автоматов погрузили беззащитных людей в товарные вагоны. Все представители чеченского и ингушского народов были высланы в казахские степи. Мы потеряли в этой ссылке более 100 тысяч наших братьев, сестер, отцов и матерей. Мы помним и никогда этого не забудем. Да помилует Аллах наших погибших. А вот заявление парламента Чеченской Республики Ичкерия с именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Из года в год чеченский народ вспоминает ужасающую трагедию, выслуху чеченского и ингушского народа в Казахстан. Сотни тысяч жертв и разрушенных судьям ни с чем не повинных людей. Нынешнее поклонение столкнулось с продолжением геноцида, но в новой форме. Русификацией народа. Окупант пытается использовать чеченский народ в своих гиполитических интересах. Принуждая мужчин с оружием в руках участвовать в войне против Украины. Марионеточный режим в республике не скрывает свое преданное служение оккупанту и готовность пожертвовать гражданами Чеченской Республики Ичкерия. Как законные избранники чеченского народа парламент Чеченской Республики Ичкерия представляет волю народа. Мы не забыли 23 февраля 1944 года. Мы не забыли, кто наш враг. Дальше идет текст на чеченском. Не буду его произносить, чтобы не сделать ошибки. Пресс-служба парламента Чеченской Республики Ичкерия. Сегодня, конечно, хотелось бы поговорить с Андреем по поводу всей этой ситуации, которая сложилась. До сих пор весь твиттер, все социальные сети активно будируются, активно не успокаиваются. Теперь, значит, после смерти, которая неделю назад произошла, Навального, уже переключились на тело Навального. Тело Навального не хотят выдавать. Значит, родственникам там всячески угрожают и все прочее. Ну, то есть, хотят, чтобы покребение тайное было. Но это такая игра, потому что, вы знаете, хотели бы, если тело спрятать, то они бы его к черту сожгли и все, и выдали бы прах. Поэтому это такая игра на публику своего рода. Так, ну вот из последних новостей. В Германии раскрыли сеть по отмыванию денег с участием россиян. Ну, кто бы мог подумать. Генпрокуратура Берлина объявила о раскрытии крупной российско-евразийской сети по отмыванию денег. Речь может идти о суммах в нескольких десятков миллионов евро, истинное происхождение которых открывалось. Вот вам на тайные всякие операции денежки. Немецкие следственные органы обыскали 58 жилых и коммерческих помещений в федеральных землях Берлин, Брандербург, Барнен-Люксенберг и Саксония. Кроме того, обыски были проведены в Латвии и на Мальте при поддержке местных следователей Евроюста и Европола. В деле 11 обвиняемых от 31 до 58 лет никакие другие подробности не сообщаются. По данным следствия, не позднее июля 2021 года они создали сеть компаний на базе мальтийской фирмы с многочисленными подставными управляющими, чтобы заниматься отмыванием денег. Следователи полагают, что в основном группа действовала из Берлина и Ирлии. В Брандербурге уже задержан один обвиняемый мужчина 53 лет. Заморожено средство на 8 мальтийских счетах. Ну вот, пожалуйста, когда некоторые вопрошают, а как вот позвольте, ну там типа Путин финансирует всяких политиков, всяких экстремистов, левых, правых и так далее. То есть тут отсутствует понимание у многих людей. А вот, пожалуйста, их там нанимают какими-нибудь управляющими фирмы, платят солидную достаточно зарплату. И я знаю там достаточно близко мне знакомых людей, которым, ну вот, даже в Швейцарии предлагали устроиться на работу короткую в течение полугода. При этом платили зарплату выше рынка в три или в четыре раза. Ну то есть вот понимаете, да, по рынку зарплата определенная. А вот работая в этой фирме, ну конечно, люди даже из местных бы, наверное, согласились. Но непонятная фирма без истории. Причем эта фирма сама рекрутировала. То есть она где-то вот сидели они там в Линкединах, еще в каких-то местах. Ну вот так действует. То есть они хотят, значит, когда отмыть, они денег не жалеют в этом отношении. То есть нанимают сотрудников соответствующих. Естественно, если этот сотрудник давным-давно работает, он же примерно догадывается, откуда финансирование идет. И говорит, вот Россия там богатая, там еще что-то там вроде. Хотя понятно, что все вот это богатство, оно уже живется на чем? На воровстве. На систематическом воровстве, которое вот с момента завоевания, значит, сибирских народов, оно не заканчивалось никогда. То есть каждое новое поколение обворовывается по-новому. Так. Что, какие у нас еще новости-то есть? Сейчас посмотрим. Посмотрим. Какая-то очень интересная новость была. Я ее упустил немножко. Ну вот для наших слушателей из Буретии, например, достаточно актуальная новость. Монгольские войска. Сейчас я вам скажу. Прочитаю ее. А вот. Военные вооруженных сил Монголии тренируются на Алядске. Солдаты монгольских вооруженных сил вместе с солдатами 11-й воздушно-десантной дивизии США работают над достижением своей следующей цели на полигоне Доннелли на Аляске. И чем это для жителей Бурятии примечательно? То, что Аляска, ну такая гористая в том числе, она, в общем-то, напоминает условия республики Бурятия. То есть, это такой прозрачный намек, как говорится, кое-кому. Потому что американцы уже анонсировали, что они собираются строить не военную базу, а только базу, ну такую вспомогательную, как бы, в Монголии. И на этот счет там россияне сильно перевозбудились по поводу того, что там какие-то стратегические цели Америка преследует. Хотя, ну, это просто будет какой-то хаб транспортный, да, для переброски войск определенных. Но, с другой стороны, это же политика тоже. То есть, когда ты что-то такое ставишь, ну, прям не военное, оно в военное может превратиться, ну, там, в течение суток, скажем. Да, и поэтому, ну, очевидно, что Монголы-то, в общем-то, грамотные, с геополитической точки зрения поступок сделали. Потому что наличие американской базы, да и вообще любой базы, допустим, стран НАТО, оно гарантирует, как бы, твою независимость. То есть, в любой момент могут там, значит, прячься за твою независимость, так скажем. Потому что в условиях усиления, так скажем, Китая, Монголия, конечно, она очень сильно рискует попасть не просто под тотальное влияние, ну, и, скажем, китайцы могут опробовать объединительные свои вот эти потуги на Монголии, а не на Тайване. То есть, вот они там какую-то операцию готовят, там, флот наращивают и так далее. Это же очень дорого. А что бы вот Монголию не тяпнуть, короче, при том, что, ну, сейчас, понятно, Китай вторая экономика мира, значит, соседняя Япония, там, третья, четвертая экономика мира, да. И, ну, очевидно, что Монголия там, в общем-то, достаточно технологически, технически находится еще в том же феодализме, даже, может быть, вот по производству, опять же, я сужу, стали, собственно, вооружение в Монголии вообще не производят, в том числе не производят, значит, патронов. Я вот постоянно, помню, задавал вопрос казахам, когда там, ну, вот казахские там какие-то националисты, патриоты, там, любители Чингисхана и так далее. Я вам постоянно задаю вопрос. Я говорю, сколько серной и азотной кислоты производит Казахстан для собственных нужд? Ну, почему? Потому что такой простенький вопрос на самом деле, казалось бы. Но он может ответить на очень сложные вопросы. А сколько там, ну, Казахстан, да, известно, что сталь производит, но сколько этой стали производится именно для внутреннего употребления, чтобы там точить стволы для танков, там, значит, стволы для пулеметов и все прочее. Тоже вопрос. А сколько производят, например, той же серной и азотной кислоты, это для производства порохов и брезантных взрывчатых веществ необходимая составляющая. И вот в Монголии такая же проблема. И вот у нас, у меня такой заочный спор с этими, с представителями, так называемого движения бурят-монголов, но который претендует как бы на историчность какую-то, вот, что они вот потомки именно тех, кто вот бурят-монголию нашу создавал там в 22-24-м годах, да. Значит, ну, на самом деле, вот эта бурят-монгольская тема, она поднялась снова после того, как ее там осудили и уничтожили. Тоже под видом, значит, панмонголистов происходил геноцид бурятской интеллигенции, бурятских большевиков, ну, очень удобный способ, на самом деле. То есть, за тех, кто выступал за национальные интересы, их просто обвинили в национализме, и до сих пор даже в Бурятии, там, значит, любого чиновника, если обвинить в национализме, это серьезный такой проступок перед русскими оккупантами, значит. И вот сидят там эти бездельники, значит, различные всякие неудовлетворенные жизни, вот эти оккупанты, но вот они себя очень, значит, мощно находят на теме, значит, выявления среди бурят, там, вражеских шпионов и всего прочего, и вот они постоянно кляузы такие пишут. Вот там за национальный язык высказался, короче, националист. Вот высказался там в пользу, значит, продвижения бурят, например, тоже националист. Значит, там уж ну такие прорусские чиновники, там, как Айдаев и бывший министр экономики, я, господи, забыл его, такого небольшого роста, значит, они концепцию предложили, чтобы в Варке было принято о том, что, типа, ну, вот бурят нужен миллион, типа, бурятский миллион, хотя, ну, я вот давно об этом говорил, то есть это не новое абсолютное явление, короче, то есть они предложили, и там тоже посыпались обвинения, да, ну, а как бы, ну, все равно, то есть концепция должна быть принята, потому что, ну, а что бы не быть миллиону, вопрос. Я всегда задавался вопросом, а почему не хотят русские, чтобы бурят был миллион или полтора, а потому что вот после миллиона уже, да, то есть размножиться бурятам, там, скажем, до 2 до 5 миллионов, это очень просто. То есть наших там 200-300 тысяч из них могут учитывать, что треть минимума, а даже может быть больше это старичье, подняться очень тяжело, но если будет целенаправленная программа по увеличению численности бурят, как это мы планируем реализовать в нашем независимом бурятском государстве через специальную программу дотаций, возьмем, ну, займем на заемные деньги, там, китайские, американские, японские, в общем, выстроим систему репродукции, воспроизводство бурят, значит, применим современные научные технологии для того, чтобы рожала, скажем, женщина за раз не одного ребенка, а, скажем, двух или трех. Ну, то есть можно сделать, то есть ее же яйцеклетки там подсадим, там они размножатся, там, пятерню может сразу родить, там, и так далее. То есть это вообще не проблема. Будем использовать, естественно, суррогатное материнство, то есть это прямо на законодательном уровне, мать-суррогатная героиня, короче. Или мать-суррогатная, нет, суррогатная мать-героиня, вот так должно звучать. То есть такое звание сделаем, там, медальки будем грамотно этим людям раздавать. Ну, то есть нормальное явление абсолютно. И русские не хотят даже своих собственных вот этих вот замшелых бурритосов. Почему? Потому что неизбежно им придется вот при таком количестве иметь своего какого-то авторитарного лидера, который может, ну, на словах-то, так скажем, говорить все, что угодно, там, Владимир Владимирович, или там кто-то вместо него. Раньше прогнозировали, что там президент Навальный будет, ну, теперь уже не будет, ну, Навальная, может быть, да, там, вот мы там клянемся, там, даем присягу русскому государству, там, нет, тебе лично, тебе лично президенту даем, да. Но у нас свои интересы, короче. В нашей республике мы сами всем управляем. И вот этого они как раз хотят избежать. Почему? Потому что они не хотят лишаться управления, да. То есть, и вот эта вся русская интеллигенция, которая там за рубежом, в том числе, она очень сильно вот на тех, значит, людей, которые, так скажем, так, Андрей, наш специальный корреспондент из Вильнюса с форума свободного народа готов выйти на связь сейчас. Приветствую, Андрей. Да, привет, Цуртан, как меня слышно? Тебя слышно очень хорошо. Хорошо, да, надеюсь. Да, тебя хорошо слышно. Приветствую тебя с Вильнюса. Я тебя назвал специальным корреспондентом Эмирадио, если так можно. Ну, я думаю, имеешь право, да, по-моему, имеешь право, потому что у нас сейчас как раз будет спецэфир в их вот по поводу первого дня форума, который сейчас совершается в Вильнюсе. То есть я могу уже общаться с аудиторией, или у тебя какие-то вопросы будут? Нет, во-первых, что за форум? Потому что многие, скорее всего, наши зрители хотят немножко уточнить, потому что это Каспаровский именно форум, да? Да, к сожалению, форум свободных народов в Кост-России был отменен, точнее, перенесен. Он тоже намечался на эти даты, но вот в результате проводится только Каспаровский форум. Да, это форум свободной России. Ну, наверное, сегодня актуальная тема этого форума – это смерть Алексея Навального и объединение всех оппозиционных сил. Как там? Какая повестка? Ты знаешь, на удивление, конечно. Конечно, такая повестка тоже присутствует, но это не единственная тема на форуме. И для меня большим удивлением было услышать, что, в общем-то, на форуме уже такая значительная часть присутствующих участников и непосредственных ораторов, они склоняются к мысли, что в распаде России нет ничего ужасного. Ну, то есть, это их личное мнение или же вот как экспертное? Эксперты-то что говорят? Ну, так вот, например, небезызвестный Игорь Яковенко, он понятно, что говорит, да, но его точка зрения была давно нам по этому вопросу весна, и там она ничуть не изменилась. Да, он говорит действительно, что центробежные процессы усиливаются, и что империи разваливаются, и это, в общем-то, будет естественный процесс, и для всех это будет освобождение от того имперского Игоря, которое вот сейчас наличествует. Ну, помимо Яковенко, о распаде говорили неожиданно для меня и другие серьезные эксперты. Например, так, сейчас я начну на всякий случай. Память совсем дырявая, но, уважаемые слушатели, простите, немножко волнуюсь, вот как бы забыл. У нас есть военный эксперт, во-первых, это, так, сейчас скажу, да, как же я мог забыть, Юрий Федоров, да, он дает такие достаточно объективные сводки с фронтов, он комментирует их, и очень взвешенная всегда у него оценка. И сегодня, неожиданно для меня, он тоже заговорил о том, что, ну, как бы, почему, в общем-то, запад, вот западная помощь, военная помощь, в том числе и в Украине, пробуксирует, а есть очень важная причина, потому что, ну, запад боится вот этой неопределенности, которая настанет в случае поражения путинского режима, вдруг Россия, значит, развалится. Ну, я вот за эту мысль зацепился, и я с Федоровым потом поговорил отдельно в КУАР, взял у него небольшое блиц-интервью, которое публикую на сайте идель-реалии, и, в принципе, во-первых, я услышал совершенно вменяемую точку зрения, что в распаде не будет ничего страшного, не будет, который там будет угрожать всему миру ядерным арсеналом, наоборот, если, например, условно Татарстан или Башкортостан получат свободу, получат независимость, они с радостью обменяют весь ядерный арсенал, который у них, допустим, окажется, да, они откажутся на него в экономические реформы, на инвестиции с того же Запада. То есть никто за это держаться не будет. Андрей, скажи, пожалуйста, на форум «Свободная Россия» часто критиковали в том, что они не приглашают, например, представителей национально-освободительных движений или, например, движения деколонизаторов, ну, такое новое, молодежное. И вот скажи, кого-нибудь из представителей данных движений ты встретил на форуме «Свободная Россия» или там только русская оппозиция? — Была очень сильно представлена Ингрия, то есть небезызвестный нам Максим Кузахметов, Зенис Угрюмов, был вот этот вот, запамятовал, как его зовут по паспорту, Майк, да, Ингерманлайн. — Пауль, который продавался. — Павел Мизинцев. — Так, немножко связь перелывалась. — Да. — Который Пауль Мизинцев. Павел Мизинцев. — Нет, Павел, да, я слышал тоже в Вильнюсе, но он не доехал до самого форума по какой-то причине. Ну, в общем, есть еще Ингерманланцы, да, прежде всего, сторонники независимости вот того, что сейчас является северо-западным российским, северо-западным российской корпорацией. Потом Катя Марголес там взяла в какой-то момент слово, она там присутствовала. — Скажите, кто, Андрей, я прослушал, кто? — Катя Марголес. Ну, вот, известно такими вот, такими редкими достаточно оценками, в том числе российской оппозиции, оппозиции из-за имперского дискурса, который все еще присутствует. Вот она тоже, да, она тоже критиковала сегодня имперский дискурс, и она тоже критиковала сегодня имперский дискурс, и в частности она вот как раз затронула эту тему, почему тут мало представителей, собственно говоря, национальных республик, да. То есть эта тема так или иначе, она всплывала на повестке, и для меня еще было откровением, что сам вот Гарри Кимович Каспаров, он тоже высказался в том духе, что в распаде России, ну, он считает его маловероятным, но допускает. Ну, вот он сказал, что в распаде России нет ничего страшного, хотя коллективный Запад и прежде всего Байден и его окружение, они пока не могут эту мысль уложить в своих головах, что Россия может развалиться, и в определенной степени как раз это тормозит их помощь Украине, и их ставку на те силы, на которые они могли сейчас уже поставить. Но он считает, что это вопрос времени, и я потом тоже в кулуарах с ним поговорил по этому поводу, он говорит, что, так, прошу прощения, меня тут пытаются, да, меня тут пытаются дозвониться по другой связи, но я потом им отвечу, я сбрасываю пока, да. Вот, да, и, в общем, с Гарри Каспаровым я тоже в кулуарах потом взял у него небольшое интервью, и он сказал, что он, в принципе, как, он, ну, он как шахматист, да, он, ну, он как шахматист, он говорит, что вот эту парцию, которую сейчас уникла Россия, еще в 14-м году, ее нельзя закончить в ничью, да, либо побеждает Россия, и она потом начинает двигаться дальше, как всякая империя, которая не может остановиться, либо цивилизованный мир, коллективный Запад побеждает Россию. Если при этом, если при этом произойдет распад, если отколется часть каких-то регионов от России, ну, я так понимаю, что Гарри Кимович, как шахматист, он допускает такую потерю и не считает ее сколь-либо трагично и серьезно, да, говорит, это может быть нормальный процесс, но в любом случае, даже если Россия плюс-минус в этих границах сохранится, то нужен перезапуск и процесс построения нового государства, например, или даже какого-то содружества независимого государства типа конфедерации, он должен начинаться именно с регионов. Вот таково его мнение на этот счет. Скажи, вот на одном из форумов пытался выступить Руслан Габасов. Сейчас он присутствует, представитель партии Башкорта и Башкирского социального движения? Ну, ты знаешь, если он там и присутствует, то я не видел Руслана Габасова в рядах присутствующих. Но там, конечно, очень большое количество участников, и более того, кто опоздал с регистрацией, их уже перестали регистрироваться, потому что сейчас уже порядка 250 человек, зал достаточно маленький, это действительно так, то есть это не прихоть какая-то организатора форума, что всех не зарегистрировали, я просто посмотрел, да, действительно, там сейчас тоже стопотворение было. Вот, ну вот, я, получилось так, что я где-то за неделю, но уверен, что он уже в последнем огне сам принес. Все понятно. Габасова я там не видел, скорее всего, его тут там нет, ну, я могу его написать, уточнить этот момент, но я думаю, я бы его заметил. Так, значит, передавай, пожалуйста, привет всем знакомым. Что-то еще можешь сказать о форуме? Сколько дней он продлится? Так, видимо, Андрею опять кто-то пытается. Нет, нет, сейчас не пытается. Связь пропадает, да? Немножко пропадает, но ничего страшного. Ну вот, я говорю, я с последней панельной дискуссии удрал. Сказать по правде, да, мне стыдно, но, тем не менее, я думаю, что я получил уже достаточную информацию за сегодняшний день. Так, у нас какие-то... Так, сейчас... Нет, 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 тут дело в том, что у нас проблемы с вай-фаем. Здесь, надеюсь, что нас слышно. Так, нет, нет, говори, говори, Андрей. Да, друзья, ну, давайте я все-таки буду завершаться, потому что, ну, да, действительно, связь не идеальная, но завтра еще будет день форума. В своем телеграм-канале «Банный лист» я тоже какие-то наиболее яркие и значимые события обозначу. Вот я сегодня уже набрал материалы на статьи для сайта «Идалиали». Вот тоже читайте в ближайшее время, на следующей неделе, думаю, они там появятся. Вот, но я говорю еще раз, что главным откровением для меня таким вот на этом форуме буду услышать, что вот гипотетический распад России все допускают, никто этого не боится. И более того, вот, как выразился Гарри Каспаров, это такая парция, которую нельзя свести в ничью ни в коем случае, потому что если Россия не проигрывает в этой войне, она идет дальше. Она просто останавливается на какое-то время, копит силы и, как всякая империя, продолжает свой крестовый поход против человечества. Ну, на этой такой высокой, несколько патетической ноте могу вот завершить свой рассказ. Большое спасибо, Андрей, за прекрасное интервью. Обязательно передавай всем приветы. Хорошо, обязательно передавай. Благодарю за комментарии. Все, удачно. Всего доброго. До свидания. Так, ну вот, вы слушали прямое включение Андрея Григорьева с Вильнюса, с форума, значит, Свободной России. Сейчас, ну, некоторые зрители, наверное, могут погуглить, что это за форум. Ну, я вот сейчас гляну, что они там пишут. Да, вот, значит, 22 февраля, значит, это 12-й форум Свободной России, первый день. Значит, есть прямой эфир, значит, с него плюс, так, 20-го они выпустили заявление Совета форума Свободной России по поводу репрессий в отношении участников форума. Сегодня стало известно о том, что сооснователь форума Свободной России Иван Кютрин и член Совета форума Свободной России Евгения Чирикова внесены в так называемый список экстремистов и террористов. А другой член Совета форума, публицист, историк и бывший диссидент Александр Скоба, вызван в прокуратуру по факту его участия в нежелательной организации, форум Свободной России. Ну, я, кстати, тоже участвую в так называемой нежелательной организации. Форум называется, эта организация называется Форум Свободных Народов Построссии. Сейчас в Бурятии активно прессуют Надежду Невзовкину, правозащитника, которая выступила на одном из форумов, хотя я предупреждал о том, что любое выступление на территории, исходящее из территории Российской Федерации, может быть чревато какими-то преследованиями. Но Надежда Невзовкина у нас пламенный борец, она, в общем-то, не боится ни сесть, значит, ни, как говорится, ну, пострадать от власти, потому что она вот в этом в перманентном, в перманентном просто находятся прессинги на протяжении уже достаточно длительного времени. И вот в свое время даже Невзовкина, она, будучи, значит, в командировке, так скажем, в центральной европейской части, значит, Российской Федерации, она даже создавала антинавальный комитет, я вот так спросил, я говорю, ну, чем, собственно, комитет занимался, ну, вот еще тогда, в самом начале, на заре, так скажем, сейчас я вот погуглю, Навальный, он ассоциировался у оппозиции, ну, у тех думающих, так скажем, людей, он ассоциировался именно как правый политик, которому путь-дорожку открыли, ну, такая небезызвестная, значит, женщина, как Альбац. И вот Невзовкина в 2011 году, значит, была статья в ее блоге, вот она пишет, на вчерашнем несанкционированном митинге в защиту Удальцова я призвал выступать в революционный антинавальный комитет, не потому что Удальцов сидит после голодовки, а Навальный на свободе и не стязал свой организм, нет, я считаю, что весь организм нашей пока еще революции заражен ядом навальнизма как явление. Его отличительная оступенность и ненависть к любой политической конкуренции, диалогу и при этом патологическая тяга к диалогу с властью, с говору. И это при том, что сама власть пока ни о каких переговорах вроде бы не просила. Обычно диктаторы оправдывают себя необходимостью решительной борьбы, но Навальнисты открыто добиваются капитуляции своего движения. С многотысячной трибуны проект Алексей Навальный в Сюх объявляет свою цель – предотвратить революцию, как будто речь идет о войне или эпидемии. Нас так много, что мы могли бы пойти на Кремль прямо сейчас, но мы не пойдем. Показательно, что народ на это холодно промолчал. Странная логика для молодого эффективного менеджера, каким он стремится выглядеть. Любой вождь в таких условиях, претендующий на президентский пост, повел бы такую толпу на Кремль, но выхода у него не было бы. И только человек, с которым уже договорились, станет удерживать готовую силу от штурма. Да, его сделают президентом, но только в уплату за предательство. Выходит, его заранее вырастили в Лубянском укубеторе и к его возмужанию приворочили всю ситуацию. Таких коронационных почестей не видел и Путин. Толпе задается настойчивый и многократный вопрос, кого вы хотите видеть президентом? Может быть, это Алексей Навальный? Да, Навальный, да. Слово предоставляется Навальному. Они не гнушаются, демонстрируют солдатскую отрепетированность такого народного воли заявления. Дико, но на митинге люди уже проявляют откровенный страх. Они молчат и боязливо оглядываются на любое критическое слово в толпе. Они откровенно боятся проблем за критику этого митинга. Судя по реакции, люди уже воспринимают Навального как представителя власти исписываются, что недалеко от истины. А как было неделю назад на собрании арт-комитета митинга, фактически самопровозглашенного органа власти? Посмотрим, как появился Навальный там среди двух сотен человек. В маленький зал он вошел с подчеркнутым царским опозданием. Поприветствуем Алексея Навального аплодисменты, кучки вокруг стола, испуганное молчание в демократической массовке. И стало нехорошо. Тени под жесткими глазами, спокойно сжатые челюсти, немногословная речь. Но сколько раз он предоставлял слово самому себе. Ведущим его назначили ленивый, односложно. Кто будет ведущим? Вяло махнув рукой. Навальный. Даже воровских актеритетов так не назначают с одной реплики. Такого вороза это можно получить под ребро. А здесь собрались безоружные либералы, поверившие в свободу. Если кто и может здесь получить, так это только от самого Навального. У него, говорят, много друзей из нациков. Недовольство в зале вынудило его поставить вопрос опере. Вопросительный знак выборов ведущего. Да. Отозвалась публика и никаких перевыборов не последовало. В другой раз он заявлял. Хотите я и отдам свое выступление одному из наблюдателей? Дайте мне наблюдатели. И такого не оказалось сзади. Навальный просто разминался, проверяя, что ему можно. А заодно выявлял неблагонадежных. И вообще просто издевался. Хотя земля горела у него под стулом. У него неплохая выдержка. Горит часто, но емко и безыскусно. В литературоведении это называют никакой язык. То есть язык простых понятий, никаких усложнений, кривостей. Сам он напоминает хорошего опера. Сильного и без рефлексии. Но, кажется, он умеет ненавидеть. Первым он заткнул льва Пономарева, пообещав лишить его слова. И бедный статусный деятель, угромо молчал. Другого выступающего заткнул за то, что тот представился. Хотя сам же требовал представляться. С этими представлениями была большая афера. Навальный постоянно повторял, что надо записываться для выступления. Но все те, кто многократно выступал, не записывались. Я попыталась настаивать на записи своей фамилии, но бесполезно. Таким образом, каждый, чьей фамилии он не знает физически, не мог быть записан. А если ее выкрикивать, это тоже не помогает. Вот и вышел расклад. Они говорят по многу раз и без регламента, другие ни разу. Те, кто говорит сконцентрированно вокруг стола, Навальный модерирует буквально так. Немцов готовится, Каспаров. Потом я. Белов готовится, Немцов. Потом я. Я совершенно авторитарно буду решать, кому уступать, хоть мне мои 15 суток и не дают такого права. Дают ему 15 суток такое право. Я полностью согласен с Навальным, вторит ему Немцов. Это тот самый Немцов, который невыдержанно кричал, что Чирикова работает на Навального. А запись обнародовали, и он резко подчинился Навальному. И, кстати, где сама Чирикова? На этом собрании ее не было. На митинг она явилась, но говорила не громко и не претендуя ни на что ближе к концу. Кто хоть немного знаком с манерой выступления Чирикова, тот не узнал бы и увядший голос на митинге 24 декабря. Один компромат, и они разом приобрели двоих именитых подпевал. Москва для русских, русские для москвичей. На этом эркомитете решались три основных вопроса. Резолюция митинга, голосование за право выступать на митинге и квота на выступление малым социальным группам. Обсуждение резолюции Навальный прервал на середине бойным демагогическим прививом. Мы не должны говорить от имени народа. Никакой резолюции не должно быть. Оговорившись, он заявил на революции, не свет клинам сошелся. Нервный смех в зале. Ой, то есть на резолюции. По поводу о голосовании, по вопросу о голосовании выступил Белунов, тихий и приличный либерал. Он был упомнен заявить, что удальцов имеет многозначность числа фальшивых голосов. По вопросу о квоте мы попытались требовать квоту региональным. Я в частности заявил с места, что если есть квота русским националистам, то почему нет квот другим националистам? Да-да, нужны и другим националистам. Милохалечин отозвались сзади. Каспаров в частной беседе прокомментировал это так. У нас московский митинг, у нас столица. Не могу, Белунов объяснит их. Состоялся разговор с Белуновым опять на ту же тему. Раз московский митинг претендует на смену власти в стране, то он должен представлять особые интересы регионов, а не скатываться на муниципальную мурию. Вы знаете, таинственно улыбнулся он тот другой органитет, что будет заседать завтра еще хуже. И чтобы вы подумали, на митинге, глядь, Белунов, почему-то не названный по фамилии, выводит под руку на трибуну человека, тоже не названный по фамилии. Вся его речь. Меня зовут Игорь, я из далекого Челябинска. У нас маленький город, а вышло 300 человек. Я горжусь нашими активистами. Вот вам и квота региональном. Скоромняшка Игорь выступил за всех. Они учли замечания, дабы не позориться. Ну, там длинная достаточно статья. И вот в свое время Низовкина создавала революционный... Чего добиваются участники путинского-навальницкого сговора? Ну, то есть, тогда, в 2011 году, вот для нее было ясно уже о том, что есть определенные договоренности. И понятно, что Навальный играл уже тогда в большие игры, благодаря вот мачехе Альбац, я ее так называю, которая, ну, ни одного, так скажем, товарища привела в так называемую русскую оппозицию. А потом этот проект активно продали, значит, американцам и европейцам, очень сильно распиарили. Сирдар, приветствую. Так, что ты думаешь вот по поводу последних событий, которые в Российской Федерации произошли? Как говорится, опять же, всем здравствуйте, всем приятного, доброго времени суток, слушателям, нашим участникам, кто, конечно же, в борьбе против зла. Просто вот, ты знаешь, я из Туркмении, из северного города Туркмении, мы вот уже тоже вот последние четыре года тоже вот ищем шанс, момент, когда мы можем это сделать, потому что явно видно, что Путин попросту защищает диктатора, который сидит у нас в стране. Это он нам показал на примере Беларуси, на примере Казахстана, на примере Каракалпакстана. На этих примерах он нам показывает, что рыпнетесь, в общем, вас тоже уничтожим, задавим, что-то такое. Но мы верим в то, что есть силы, добрые силы, а добрым силам всегда помогает всевышний творец. – Вот одна из последних новостей. Армения, она прекратила членство в такой организации ОДКБ. Ты про нее слышал? – Возможно. – Да-да, есть такая организация. – Туркменистан, он входит вот в эту систему или нет? – Походу нет, он в ОДКБ не входит. Не должен входить, потому что статус нейтралитета ему этого не позволяет. – Ага, понятно. Ну то есть, ты же помнишь вот события в Казахстане, которые два года назад как раз вот произошли, когда там народ возмущенный резким поднятием цены на газ вышел во всех городах, значит, Казахстана. Я думаю, что это абсолютно был стихийный митинг. Людям, ну просто опостылило это власти, они начали массово выходить на улицу, такое случается. И вот войска ОДКБ ввели в Казахстан. – Да. – И это вот как раз… – Это были вот чеченские войска и были, и Росгвардия. – Нет, это была Росгвардия, там присутствовали в том числе те войска, которые направлялись, значит, в район боевых действий в Украину. – Да. – Вот мой знакомый, значит, Ержан Тургумбай, он вообще говорит о том, что там присутствовали, значит, бурятские снайперы. – Да. – И, ну это как байка, но мне так кажется, что, конечно, они бурятские, они могут быть снайперами, просто, ну, не в таком количестве, то есть там, в общем-то, вся русская спецура, она только русская, как говорится, те, которые, ну, вот такими несудебными казнями занимаются и так далее, там представителей национальных движений нету, ну, имеется в виду других народов. – Согласен. – Ну. Вот касаемо Туркменистана, я знаю, что официально есть статистика в Туркменистане о том, что количество туркмен в Туркменистане из-за вот этого диктаторского режима сократилось более чем на 2 миллиона, то есть сейчас не та заявленная цифра, которая вот… – 70 миллионов, да. – Да, да, официальная статистика, а гораздо меньше. – А откуда эта информация у тебя? – Я не помню, я какой-то ресурс, по-моему, прочитал, может быть, у тебя услышал о том, что вот за последние 10 лет за пределы Туркменистана выехало более там 2 или 3 миллионов человек. – Возможно, 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 возможно и выехали или близко к этому, да, есть такие опасения, потому что это началось еще, ну, с приходом к власти, скажем, да, вот этого беда Мухаммедова, конец 2006-2007, ну, там типа вроде бензин тоже будет вам бесплатный, и раз бензин, который стоил копейки, вдруг стоит, блин, несколько тысяч, ну, в общем, поднимается в 30-60 раз в цене, ну, и тут уже видно было, что то, что-то, конечно, обязательно должно произойти, но и начали зажимать мелкие бизнес-то, все, ну, в общем, это все запланировано, мне кажется, мне тоже не только кажется, мы даже в этом уверены, они просто это запланировали, а запланировали кто? Запланировали наши проэтарианцы, которые еще никак не хотят вымирать, вот эти, а кто такие проэтарианцы? Азарианцы, это сотрудники КГБ, КГБ, которое было создано в 18-м или 20-м году только с одной целью, держать идеологию и держать народ в страхе, и все. Это, помнишь, ну, я как бывший полицейский могу сказать, слыхал такую речь, что каждый комитетчик должен знать, чем занимается каждый гражданин страны, где кушает, где пьет, где сьет, извиняюсь за выражение, но есть такая правда. Спасибо, вот, с праздником поздравляет. С каким праздником? А нет, мы же в ТикТоке эфире сидим, сегодня же 23 февраля. Нет, ну сегодня, я не знаю, ты говорил или не говорил, но я на начале эфира говорил, что я достаточно давно, 23 февраля, не воспринимаю, как какой-то праздник, там, мужчин, там, или все проще, там, последний раз, наверное, праздновал во время студенчества, когда, там, наши девушки что-то устраивали, и для меня 23 февраля больше ассоциируется с депортацией чеченцев и ингушей, вот сегодня заявление чеченского, чеченской республики, правительство чеченской республики Ичерия зачитывал по этому поводу. Поэтому я считаю, что все те, кто хотят, значит, скинуть свой режим или вот поддерживаемый русскими режимами, вообще русские меры, они должны именно в этот день помнить и именно об этом, о том, что в свое время, значит, вот это диктаторское, диктатор Сталин, значит, договорившись, значит, о разделе Европы, Восточной Европы с другим диктатором, нацистом Гитлером, значит, да, и вот он. Ну да, который ты недавно приводил, занимался депортациями, то есть, при этом, я даже не могу сказать, что это просто какая-то депортация, да, это же, вот, ну, как берут там незаконного мигранта, например, или еще кого-то депортируют, то есть, они вот, даже вот в это слово депортация вводит, ну, другие смыслы русские, я говорю, апроприируют вот систему, да, и люди думают, что, ну, они просто переехали с одного региона на другой, фактически это был геноцид, потому что погибли все старики, погибли все дети, потому что были ужасающие условия, отсутствовала вода, то есть, представляешь, ты без воды три дня, вот, ну, здоровый человек не может жить, а их везли более чем неделю в товарных вагонах, в которых отсутствовала вода совершенно. естественно, все ослабленные, все те, кто это, они умерли, а без воды жить невозможно, и там вот, ну, рассказывали случаи о том, что, значит, там, когда выбрасывали трупов, удавалось там немножко собрать снега поесть, и эту трагедию пережили не только чеченцы и ингуши, но и, значит, и калмыкии, и карачаевцы, и другие представители других народов. Я говорю, вот, если бы случись такая ситуация, если бы Япония, например, тоже напала, да, на Советский Союз, ну, как бы не напала, а открыла фронт, так скажем, второй. Да, в 41-м году, например, после начала военных действий, то я говорю, вы, я говорю, что смеетесь-то, бурята, я говорю, нас бы тоже депортировали куда-нибудь в казахские степи, там, и так далее, у нас бы тоже погибла большая часть. Да. Учитывая то, что там геноцид бурятского народа начался с 20-е годы во время гражданской войны, то есть там буряты вот настолько были, значит, замерены, что ли, что у бурят вообще, в принципе, отсутствовала тяга и стремление к оружию. Хотя оружие в Российской империи, оно продавалось стрелковое, то есть ружье и все прочее можно было просто, ну, пистолеты можно было в магазинах купить. А бурят без ружья это уже не бурят был, было такое время, говоришь. Нет, я говорю, что вот как раз к революции-то подошли буряты совершенно невооруженными, то есть были какие-то селы, которые, ну, где-то понимали о том, что нужно, значит, иметь свое собственное вооружение и отбивались от, значит, и от вот этих русских грабителей. Соседи, вот эти вот, значит, столыпинские переселенцы вот в этот период начали активно грабить. Просто бурят, скот уводили, там, выкашивали. Ну, ты, знаешь, съешь пшеницу, значит, они приезжают, эту пшеницу убирают под дулами ружей, да. То есть, все это было, и понятно, что я вот сейчас одновременно с тем, чтобы буряты выезжали за рубеж, те же США или Европейский Союз, значит, просили убежище в любом случае. Ну, то есть, ну, даже для тех, кто аполитичный, выезд в соседнюю Монголию тоже может быть хорошим решением, потому что, ну, Монголия страна вот достаточно бурно развивающаяся, правда, не в том направлении, конечно. Монголия тоже является полуколонией России, потому что очень сильно зависит от энергетических ресурсов, от продовольственной безопасности. Монголы все пытаются, пытаются, продовольственную безопасность Монголия создать, даже с виноводством начали заниматься, чего раньше не было. Да. То есть... Нет, просто, знаешь, хочу вот здесь вот добавить одну вещь, да, кажется, все-таки время тоже подходит к концу. Но мы еще немножко можем перебрать время, потому что следующий выступающий в 19 часов. Ну, да, ты Монолиз, у тебя хорошо получился. В общем, я тебе продал самый шикарный час, самое шикарное время. И хочу здесь сказать, что вот, например, 15-16 марта или 15-17 марта эти выборы. Я, откровенно говоря, не слежу. Хотя я подписал... Я думаю, ты должен за этим сидеть, потому что это очень большой шанс, очень большой шанс для всех республик. Ты представь себе, на этих выборах Путин больше будет озабочен своей охраной, чем охраной других президентов, диктаторов, которых он охраняет там Лукашенко, Бердумухаммедов там и другие все оставшиеся, да. Каждый народ знает своего правителя, какой он есть, какие он есть. И просто в этот день выборов где-то абсолютно должно это начаться и произойти, и все, и пойдет крах этой злой империи. Потому что и все, и даже вот эти вот китайские календари, есть вот их никто там, золотерики или эзотерики, но китайские вот эти вот, которые измечают на будущее, на будущее, будет так, будет так, если у них год дракона, значит будет так. Вот, например, они уже всем показывают, зеленый дракон будет, а зеленый дракон – это мир. Понимаешь, это мир, это не огонь, это не вода, нет, будет мир, и все. Зло за злом будет покончено. Потому что сейчас зло поняло одно, зло сейчас не в силах волчить с добром. Они это поняли, но хотят выйти из этого культурно. А чтобы выйти из этого культурно, народы просто должны подняться и начать просто согласно демократии, как человек, не надо никому отрезать голову, не надо никого вешать, поймать, арестовать, посадить, договориться народу и правительству, всем чиновникам вместе, если Бог всем прощает, почему бы людям друг друга не простить и начать все заново. А народ какой-то обязательно это начнет и должно вот так пойти по цепной реакции, иншаллах. Ну, это вот логично на самом деле. Я думаю, что в Туркмении как раз народ уже наелся вот этой диктатурой. Страшно, уже невозможно. Готов к свершениям, но, видишь, проблема в чем? В том, что в России, я говорю, вот касаемо бурятского народа, например, Эктоса, то есть его слишком длительное время как бы подвергали систематической обработке, идеологической. То есть русские нас завоевали еще в 17 веке. То есть, понимаешь, Туркменистан, я думаю, никогда и не сдался, а бурята уже, видишь, в таком состоянии, проживая достаточно длительное время, то есть одним из самых первых решений. Не хочется сказать... Когда пришли русские, они запретили нам... И хочется сказать, им полностью изменили мозг? Конечно, абсолютно. Уверен. Я сейчас достаточно сильно подвергаюсь критике, потому что я считаю, что большая часть современных бурят, оно, конечно, воспитано, выпестовано вот в комбедах, в колхозах там и так далее. У многих своя национальная история началась в 45-м году. То есть вот, ну, представляешь, весь пласт истории, своих предков там и так далее, но у многих она началась реально с 45-го года. Они не могут проследить своих предков до 45-го года. И это то же самое, как Южная и Северная Корея. Вот, посмотри, Северная Корея, ну, какой жесткий режим там, да? Да, страшно. И они же ведь потеряли полностью вот эти свои традиции корейские, конфуцианские. Там на севере Кореи, кстати, очень было распространено христианство в начале 20-го века, да? Ну да. Но это то же самое. То есть многие люди не понимают. Я говорю, посмотрите на Корею. Один народ. Да, там разные исторические государства были, все прочее, но это один народ. Но сейчас уже на протяжении вот с 53-го года, когда война закончилась, да? Там уже 97-98% корейцев в Южной Корее, которые происходили с северных территорий, они говорят, что у нас уже родственников нету. То есть они потеряли вот эти родственные связи. И получая... Многие вот находятся, знаешь, вот в заложниках вот этой исторической пропаганды. Вот у нас в 70-е годы, когда надо было с Китаем противостояние сделать, они очень хитрую схему сбросили о Чингисхане. Что буряты – это монголы на самом деле, что, значит, вот все буряты – это потомки там Чингисхана и все прочее. Бросили рыбку и начали кормить народ. Да, это вот такая сказка, знаешь, пропаганда, короче, а ГИПРОП. Для чего? Потому что... Это делают КГБшники. Конечно. И это сработало. То есть они включали вот в эту пропаганду всяких там деятелей искусства и все прочее. И до сих пор я вот... Манипуляция просто. Да, мы вот представители национального бурятского движения, да, бурятские националисты, мы сталкиваемся с противодействием даже не русских, а вот этих так называемых бурят-монголов, которые, ну, когда-то республика называлась бурят-монголии, и они вот свято себя убедили в том, что мы на самом деле с монголами единый народ, хотя монголы абсолютно так не считают. И, конечно, там есть представители, в Монголии проживает достаточно большая активная диаспора бурят, и они тоже представлены в различных там монгольских правительственных и всех прочих структурах, и они, конечно, помнят о своем бурятском происхождении. Они себя, конечно, относят к гражданам Монголии, да, но у них нет вот этого внедрения, потому что в Монголии этого не было. Там была своя сенофобия в свое время, ну, потому что Китай, он представлялся монголам как та империя, которая хочет их захватить, лишить независимости государственности. И поэтому там есть тоже русофилы всякие, там с флагами России выходят, там всякие организации создаются, регулярно ходят, значит, харчуются в российском посольстве, да, но с других позиций, потому что Советский Союз, он в свое время Монголию воспринимал как какую-то союзную республику, из которой можно там, ну, вообще без каких-либо усилий выгребать огромное количество ресурсов. Вот, например, большая часть меди, которая в Россию поступает, она поступает из Монголии, из такого предприятия РДНЭТ. При этом хитрость в чем состоит? В том, что там крупный обогатительный комбинат построен, то есть вся гадость оставляется в Монголии, изымает вот эту медную руду, обрабатывает ее, обогачает, а медь уже плавит где-то в Российской Федерации, то есть Монголам, как говорится, корешки, вершки точнее, а себе забирают корешки. То есть это то же самое, как с вашим туркменским газом происходит, да? Да, просто разделяй и властвуй. Имперская политика. И вот сейчас мы с Андреем разговаривали на этот счет, и он говорил о том, что в высказывании вот известного гроссмейстера, политика Гарри Каспарова, он говорит, что вот та шахматная игра, которую затеял Путин, она не может привести к ничейному результату. То есть тут результат либо Россия проиграет, и цивилизованный весь коллективный Запад остановит имперские замашки, либо Россия выигрывает, и тогда империя начинает расползаться дальше. Как гангрена. Как гангрена, да. Это Гарри Каспаров? И уж, да, и вот почему важно именно сейчас, чтобы Украина выиграла, другое дело, что... Это шахматы, это наука. Ну, ты видишь, тут с шахматами какая проблема в том, что играет ли Путин по правилам. Шахматы это все-таки игра, где нужно играть по правилам. И вот в этом отношении, конечно, такие сравнения могут быть не совсем корректные, но идеологически понятные. Добавить, да, вот такую одну вещь, так как все-таки, думаю, ты тоже знаешь, что я очень трепетно отношусь к религии, верю в Создателя Бога, и знаю точно, что есть очень много верующих людей, независимости христианин, мусульманин, там, иудаизм предпочитает, это каждое предпочтение свое, потому что каждый будет отвечать сам за себя, так как каждый человек, каждая особа имеет свой идентификатор, отпечаток пальца, например, да, простой пример. И выходит, что в оконцовке, когда люди, когда люди собираются, и люди будут уже в этой ситуации, как вот это вот, ну, представьте, до этого я тебе говорил, просто да, не буду продолжать, китайцы поставили свой диагноз, зеленый дракон, значит, будет мир и добро. Почему, а китайцы глупые, что ли? Ну, вот, например, последнее заявление главы МИД, Ивана Ии, на Мюнхенской конференции он тоже присутствовал, он там сказал, что решение вопроса в Украине должно лежать в политической плоскости, то есть это такая, как бы, завуалированная форма того, что Китай выступает против того, что делает Путин, и он там подчеркнул о том, что мы ни одной из сторон не поставляем летального вооружения. Ну, кстати, я точно знаю, что там через Гуанчжоу проходит просто огромный поток вот этих, значит, дронов и запчастей, так скажем, деталей для дронов. Ну, бизнес никто не отменял. Ну, и там, как бы, есть такие конторы, я просто разговаривал с одним байером, так называемым, с Гуанчжоу, он говорит, что там, ты знаешь, есть конторы, которые и тем, и другим все продают, то есть, короче, китайцы на этом, конечно, делают определенные финансы, но я вот... Потому что их кидали сколько очень много раз, на золото кинули, помнишь? Ну, опиумные войны и все прочее, конечно. Да, да, кидали очень много. Так что это борьба, когда идет священная война, или там, ну, сейчас скажем, пусть это будет война, да, и война идет в интернете, в соцмедиах, там пересказываются, плюс еще ко всему этому война идет в Украине, вон уже с февраля месяца там в Казахстане в январе кровь пролили, летом, потом еще Калпаки, потом сейчас опять, мы сейчас начали Хамас, потом там Израиль, потом сразу Палестина, потом Газа, сейчас Великую вот это вот все. Смотри, вот, что только не делают, с каким смыслом все это делается, от чего это делается, это было запланировано или не запланировано, если на то пошло. Ну, видишь, нет, почему все, вот в ковид, казалось бы, да? В ковид было запланировано, но есть такая мова, да, тоже информация в интернете, хоть было запланировано, уничтожить миллиард людей, но не получилось. Ну, нет, конечно, там, то есть, я несторонний всяких таких мифов, потому что эволюция, видишь, раньше как шла эволюция. Сейчас эволюция уже быстро идет. У человека как эволюция шла. Умирало огромное количество детей, смертность была там на уровне, ну, 100 родилось, там, 70 погибло. Что такое, да? У нас даже, кажется, сейчас очень завышено с этим. Сейчас на тысячу детей считается допустимым, там, что 3 или 4 процента. Ну. То есть, по-моему, не 3 или 4, 3 или 4 человека, ребенка, если погибают после родов, вот это считается нормой. Соответственно, эволюция болезни, она начинает проходить совершенно по-другому. То есть, она не уничтожает детей, она начинает уничтожать стариков, короче. Стариков или людей в возрасте. И это абсолютно неудивительно, что такие вирусы будут появляться. Так, в общем, сейчас интересно было. Мы будем сниматься в промо-ролике с Сердаром, так что благодарю, Сердар, за участие в моем интервью. Спасибо тебе тоже. Так что закончу фразу боритесь и поборите. Всем национальным движениям, национально-освободительным движениям желаю победить этот год всех своих диктаторов или, по крайней мере, создать структуры, которые будут планировать свержение. Я считаю, что это действительно необходимая вещь. И хочу тоже добавить в оконцовки, чтобы легко дойти до мышления советского человека, как большинство оттуда. Просто бороться и искать, найти и не заваться. А мы нашли. Все вместе. Разум. Иншаллах, Аллах нам поможет. Сжимайтесь. Благодарим за эфир. Хороших выходных. Встретимся в следующую пятницу. С вами был Зуртан Халтаров, Сердар Хаджанепесов и Андрей Григорьев из Вильнюса. Да. И Сердар из Ташауза, Татменистана. Мы сейчас из Варшавы. Что в переводе называется «Каменный народ». Спасибо всем. Спасибо и до новых встреч.